Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Башко Юрий, я технический специалист компании Signal Distribution. В этом видео я расскажу вам о одном из модулей UTM-устройства CyberOm, а именно о QoS-модуле, о работе с пропускными способностями. Работа с пропускными способностями осуществляется путем перехода на вкладку QoS. Для того, чтобы создать новую QoS-политику, нужно перейти на вкладку Policy, нажав Add. Далее нужно указать имя политики, указать, куда она будет относиться, то есть к пользователю, к правилу Firewall, к веб-категории или же к приложению. Далее необходимо задать тип политики. Здесь существует два варианта, это Strict или Committed. При использовании первого варианта Strict указывается максимальная пропускная способность, которая может получить в данном случае приложение. Для примера, если мы укажем здесь параметр в 2 мегабита, это будет значить, что при любой загруженности сети какое-то из приложений, которое мы позже укажем, не будет использовать скорость больше, чем 2 мегабита. Выбрав параметр Committed, можно указать два параметра. Это минимальная гарантированная скорость, которую получит в данном же случае приложение, и максимальную скорость, которую оно может использовать. То есть указав параметр в 2 и 4 мегабита в этих полях, мы укажем, что приложение будет при любой загруженности сети, и приложение будет работать на минимальной пропускной способности в 2 мегабита. Если же канал будет свободный, то данное приложение будет использовать 4 мегабита. Также данные настройки можно применить и к пользователю, и правилу Firewall'а, и веб-категории. Также можно указать специальные настройки работы с трафиком. То есть указать, будет ли это суммарный трафик на загрузку и отдачу информации, или же указать отдельные параметры для одного и другого. Далее необходимо указать приоритет, с которым будет работать данная политика. Как я уже говорил, указать пропускную способность и указать тип политики. То есть это индивидуально для какой-то из категорий, или же она работает еще с каким-то модулем. Применить политику можно, например, для приложений, или же для группы приложений. Или же добавить правила Firewall'а. То есть из выпадающего списка выбрать политику, или же создать ее. Вот и вся информация, которую я хотел рассказать о QoS-модуле в UTM-устройствах Собиром. Если же вы захотите самостоятельно протестировать или посмотреть данное устройство, вы можете перейти по адресу demo-soberom.com и посмотреть, какие настройки можно применить на данном устройстве. Вот и вся информация, которую я хотел сегодня до вас донести. Спасибо за внимание.